Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Сегодня такая цветущая семенная тема про растения, которые могут размножаться сами. Семенное размножение без нашего участия. Ну, почти без нашего участия. Идея заключается в том, чтобы предоставить растениям такую возможность, чтобы они могли из года в год засевать наши отведенные, дозволенные участки самостоятельно. И при этом создавать красивые, пышные растения. У нас освобождается время, освобождаются наши, наоборот, сохраняются наши деньги, потому что растения сами справляются с этой задачей озеленения и украшения наших участков. Перед тем, как вы займетесь такой темой, необходимо поинтересоваться, проверить, не являются ли в вашей местности эти растения инвазивными. Потому что я сегодня буду говорить только за себя, за родную Беларусь, исходя из своего опыта и наблюдений. А в других регионах те растения, которые в моей зоне, не являются инвазивными. Они могут быть вполне себе инвазивными и даже быть запрещенными к возделыванию. Поэтому поинтересуйтесь этой темой даже вообще для общего развития. У нас в Беларуси даже существует черная книга Республики Беларусь, в которую внесены такие растения. Но я такие советовать не буду. Просто когда вы сами захочете что-то такое приобрести. Куда такой цветник мы можем разместить, где его расположить? Во-первых, это может происходить в любом цветнике. Либо в бордюре, вдоль дорожки, вдоль дома. Может быть среди многолетников, возле декоративных кустарников, хвойных кустарников. Можно даже создать такое. Это уже если пойти дальше, углубиться в эту тему и полюбить такой способ возделывания. Можно даже создать целый лук. Это почти та же тема, что и мавританский газон. Только там уже готовая смесь, которая высевается. Короче, создаем такую лужайку. Даже ваши овощные грядки могут стать таким местом самосева. Ну и, возможно, потребуются сезоны проб и ошибок. В какой-то сезон вы будете наблюдать, что это растение не насеялось, всходы не появились весной. А в другой сезон вы поймете, что оно само справилось с этой задачей. Потом какие-то растения, которые в моей местности вполне себе сходят, в другом месте, более северном, или даже в каких-то локальных местах Беларуси, они могут не давать самосева. И всего разных причин. Не та почва, не та солнечная экспозиция, не то место. И я снова же буду говорить о тех растениях, которые надежно дают самосев. И только будет ваша задача позволять им расселяться или не позволять. Помните о том, что такие растения могут быть однолетними, двулетними и многолетние. Однолетние имеют свои плюсы. Они цветут очень длительно. Пышное цветение завязывает великолепно семена. И снова их роняют. И на следующий год все это повторяется. Двулетние растения, чтобы вы для себя отмечали, особенно новички, что в первый год двулетник, если вы посадите, либо посеете, то он образует розетку листьев. А только на следующий год появятся цветы и завяжутся семена. И этот процесс уже тогда пойдет полным ходом. Ну и также с многолетниками, когда они первый год дают розетку, а затем они уже на следующий год завязывают семена. Что для этого надо прикладывать? Какие усилия? Для этого надо создать такие условия, чтобы вы позволили завязать семена. То есть мы не обрезаем все цветы, а мы сохраняем до образования настоящих семян. Семенных коробочек или стручков, головок, плодов, другими словами, в целом, если характеризовать. Поэтому не выбрасываем все куда-то там на компостную кучу или на костер, а оставляем на конкретном месте их вырастать и семеняться. И на зиму некоторые из них можно вырвать и уложить, ну просто кинуть на землю. Может быть, немножко тряхануть и может быть, немножко грабельками, а может вообще ничего не надо будет делать. Это мы все будем пропускать через свои руки и, конечно же, через свое сознание будем тренировать наблюдательность и вырабатывать в себе навыки таких вот ботаников. Первое растение я начну с многолетних растений. Например, такой есть василек, который многолетний василек, и он называется василек горный. По латыни будет звучать центаурея монтана. Это растение высотой сантиметров 60. Он неинвазивный, образует компактный кустик высотой 60 сантиметров. Цветки в самом деле похожи на васильки, только более крупные, насыщенного цвета. Серединка бордово-фиолетовая, лепестки цветка фиолетовые. Замечательное, компактное растение, которое только порадует, и эти вот головки потом долго держатся и остаются на зиму, и так вот насеваются. Следующее растение, которое называется монарда дидима, монарда двойчатая. У кого-то может она и не завязывать семена, которые прорастут весной, но у меня регулярно образуется самосев, и поэтому таким образом вот с многолетниками можно поступать, что оставлять какие-то молодые растения, которые затем постепенно заменят наши старые кусты, и таким образом пройдет естественное омолаживание наших старых посадок многолетников. Монарда приятный запах, имеет красивые цветы, и это шествие цветочное продолжается два месяца, в зависимости от сорта, различные окраски цветков бывают. В зонах от 4 до 9, это если вот зоной морозоустойчивости, она насевается вполне себе ежегодно. Высота ее сантиметров 80, а может быть даже и чуть выше, и цветки достаточно крупные, сантиметров 6-8, в зависимости снова же от сорта. Следующее растение рудбекия. Рудбекия бывает и многолетней, и однолетней, и когда даже однолетняя, то нам кажется, благодаря этому самосеву, что она какая-то многолетняя, постоянно всходит, и постоянно вот эти жизнеутверждающие яркие краски, потому что у рудбекии, как правило, все цветки, они связаны с желтой окраской, либо какие-то сочные, как называется, коричневые, там бордовые окраски, но это снова же все равно вот эти вот размазанные оттенки красного с примесью желтого цвета все непременно, и все оттенки желтого, поэтому это всегда ярко, солнечно, может кому-то она даже и мешает, многолетняя насевается с успехом, и однолетняя, в зависимости от сортов, потому что есть сорта махровые, и они, конечно, меньше дают жизнеспособных семян, и сорта, которые простые, с одним рядом лепестков, с черной серединкой или желтой серединкой, и они очень, во-первых, долго стоят на растении, лепестки опадают, а они все стоят, и потом насеваются, и можно потом рассаживать куда хочешь и делиться с друзьями и соседями. Следующий из многолетних растений это аквилегия, наверное, вы уже знаете, я, может, рассказывала из каких-то растений, которые неприхотливые, дают с успехом самосев и особенно виды сантиметров 60-90 высотой, различные окраски, цветение в течение двух месяцев, так что порадует она нас однозначно. Ихиноцея. Ну, ихиноцея, это я скорее говорю о тех сортах, которые имеют классическую такую светлолиловую окраску, тоже очень долго держатся головки, они коричнево-бордовые, семена сначала там сидят очень прочно, если птицы их не обмолачивают, то они могут стоять и всю зиму, если не обрезать. Ну, мы их в конце осени обрежем, кинем куда-нибудь, да и так бывает в процессе того, как птицы их пытаются там склевать, они отряхиваются и таким образом насеваются. Сортовые, которые там уже такие полумахровые, желтых окрасок и разных там малиновых, то они, как правило, не дают такого эффекта, да и сами они так себе уживаются, по крайней мере, в моем саду не очень, то они хотят долго жить. Следующее растение очень интересное, это молочай полихрома называется, многоцветный. Растение, которое в естественных местах, оно приурочено к таким местам, где почвы более известковые, малоплодородные, поэтому мало того, что оно красивое практически весь сезон, молочая не только сами цветочки, они особого интереса не представляют, а вот эти вот прицветники, они играют у полихромного молочая различными, ну как различными желто-зелеными окрасками и весь сезон, начиная с ранней весны и заканчивая осенью. Вот этот парень тоже насевается с успехом. Теперь переходим к двулетним растениям. Всем известна незабудка. Это целое весеннее шоу, когда она ослепительным просто вот таким вот ковром заселяет наши лужайки, леса. Ну а если поселяется в огороде, то вот здесь она может быть и можно признать ее инвазивной. В некоторых регионах ее признают инвазивной. Да, дает огромное количество семян, которые, кажется, вот просто им конца краю нет этой плодовитости. И даже вот в условиях Беларуси они получаются зимне-зеленые, то есть сохраняются под снегом и выходят весной уже вполне здоровые такие зелененькие растеницы. Можете сохранять, можете не сохранять, потому что даже если вы вырвете это прошлогоднее растение, все равно из почвы восстанут просто целые отряды незабудок. Но мы им все прощаем за их красоту. Бывают с белыми цветочками, розовыми цветочками, ну и, конечно же, голубыми. Сражаться с ней или позволять, это ваш выбор. Наперстянка, дигиталис. Высокое растение, но бывают сорта и пониже. Зона распространения это 5-9 в естественных условиях. Тоже насевается. И наперстянка, конечно, великолепное растение. Англичане очень любят. Помпезная. Вся вот такая розетка снизу. Потом стремительно уходящая ввысь. Потом вот эти вот цветочки, как колокольчики. Наперстянка может быть различных окрасок. Ну и в целом, то, что наперстянка пурпурная, дает обильнейший самосев, потому что у нее вот на этом цветоносе, представляете, для растений полтора метра, на цветоносе сколько цветочков. Цветение бесконечное, бесконечное. И семенные коробочки, каждая семенная коробочка, наверное, содержит порядка сотни так точно семян. Сколько это будет вот всего там. Получается такой бесконечный процесс без нашего участия. Иногда даже кажется, что она тоже не двухлетняя, а многолетнее растение. Некоторые колокольчики так себя ведут, особенно колокольчик, который называется молочно-цветковый или рапунцевидный. Вот они тоже прорастают, можно даже сказать, сквозь асфальт, дают большое количество семян, совершенно неприхотливые. И в зависимости от условий могут стать даже и навязчивыми гостями в нашем саду. Ну, в целом, с ними можно справиться. Не забываем про гвоздику, которая гвоздика бородатая или турецкая. Точно так же она себе ведет. Сначала она образует первый год розетку, а потом уже на второй год зацветает. И, насеваясь, дает большое количество других растений. И вот эти старые, обветшалые, прошлогодние растения можно просто смело удалять, потому что они уже не выглядят такими компактными, не образуют такие подушечки. А вот молодые кустики, они нарастают и дают красивые соцветия. Некоторые сорта, которые... Вот старые сорта, которые у бабушек, они так замечательно пахнут, такой аромат от них исходит. Дальше переходим к однолетникам. Что касается однолетников, то на некоторые, я думаю, вы уже все знаете, даже новички знают. Это, конечно же, календула здоровья, которая дает и нам, и саду. Это душистый алисум, который невероятный аромат меда от него исходит. Его лучше сажать, конечно, куртинками не одну штучку, а несколько. Затем василек, мы знаем, то, что замечательно нарастает. Ну, а я хочу обратить внимание на такие растения, которые будут давать самосев, и которые, может быть, менее распространены. Кто-то знаком с иберисом многолетним, который называется иберис вечноцветущий, или симпервивум. А есть иберис однолетний, есть его сорта, различные окраски, не только белые, как и вечноцветущего многолетнего, а эта окраска и розовая, и фиолетовые различные оттенки, и в том числе и белый, насевается замечательно. И даже в течение года цветение его проходит в течение, наверное, трех месяцев, и затем дает самосев, который подрастает и может даже уходить в зиму в зависимости от сроков нашей посадки или посева, как мы его сеяли, через рассаду, или просто непосредственно в грунт. Иберис зонтичный образует многочисленные цветки. Вот один кустик будет диаметром сантиметров сорок, и очень хорошая такая новость, что в срезке стоит замечательно, и можно даже отсветшие завязавшимися зелеными семенами использовать для украшения составления флористических композиций каких-то. Смотрится очень оригинально, и многие могут даже не догадываться, а что это за красота такая нежно-зеленая вот в этой композиции. Интересное растение нигела дамаска, которое также очень хорошо образуется массив, быстро отцветает и может снова же в этом сезоне дать дополнительные сходы, которые к концу сезона, если осень теплая, они зацветут. Также возможно, что какие-то растения вам надоедят. Вот понесутся они по вашему огороду, а если вы педант, а если вы перфекционист, и вам надо строжайший порядочек, чтобы был, ну тогда можно просто ранее весной следующего года сделать такую кардинальную прополку, в некоторых местах сделать мульчирование, и все вернется на круги своя, воцарит порядок, и будет у вас на огороде чистенько. Ну вот, мне кажется, такие растения могут вполне помочь нам справиться с задачей озеленения, создания каких-то диких уголочков в нашем саду, придать больше пышности и больше красок без особых затрат. Не забывайте, что многие из этих семян вы можете найти в магазине про цветок или поинтересоваться в интернет-магазине большое количество как однолетних, так и многолетних растений. Спасибо за внимание. До новых встреч.